Андра Дадарио в наши дни зажигает как на больших, так и на маленьких экранах, но могла бы и не достичь того, где она сейчас, без помощи незнакомца и маленькой пластиковой курицы. Того, как обман Джейд, ветреного персонажа Александры Дандры Дадрио, раскрывается в «Почему женщины убивают». Она усердно работает, пытаясь завоевать симпатии супружеской пары Тейлор и Элли. Андре вносит очарование на кухню, готовя вкусные блюда для них. Как оказалось, Дадарио и сама далеко не плоха на кухне. В интервью 2020 года с Дадарио и ее июляшней соседкой Кейт Истон, журнал «Рурнал» спросил, чтобы она преподала на мастер-классе, и ответ Дадарио был «Кулинария». Шая наркоманка по выносу еды, она начала готовить три раза в день для Сидлиси своей соседки во время ковин-ковин. Дадарио говорит, что она требовательна к нарезке лука. Истон согласилась, пошутив. «Она научила меня так хорошо, что я смогла бы завтра стать су-шефом в ресторане Денни Мейера. А теперь любой желающий может извлечь выгоду из новых кулинарных навыков Дадарио благодаря ее восхитительному уроку по приготовлению блинов с шоколадной крошкой». Для актеров нередко редко от небольшим музыкальным талантом, но талант пианистки Александры Дадарио да что иное, как исключительный. Все это благодаря ее маме, которая позаботилась о том, чтобы будущая ведьма из Мейфора начала учиться игре на фортепиано в нежном возрасте девяти лет. Дадарио даже продемонстрировала свои навыки игры на фортепиано в дородительстве, когда ее героиня Рэйчел получила шанс сыграть «Лунную сонату» Бетховена, одну из ее любимых песен. Как будто этого было недостаточно. Она также пишет музыку, рассказывая журналу Interview View. Это хороший способ снять стресс. Учитывая значительный музыкальный дар Дадарио, неудивительно, что она высоко ценит этот вид искусства. В интервью для The Laterals она поделилась. Я таю, что музыка — это большой источник радости. Блюджаз. Вообще-то, если вы включите джаз, мне, возможно, придется переодеться во что-нибудь более удобное. В каких мус-клипах снялась, включая «Lord is on its way», «Братьев Джонас», «Радиоактив», «Имэджин Дрэгонс», «Вейт», «Марун», «Эть». Какая татуировка у Дадарио, символ как двойной крест, вдохновлен шотландской группой Frightened Rabbit. Узкие группы точно такая же татуировка. Я настолько одержима громовой, и до сих пор остаюсь ею. На плейлисте Дадарио, Фиона Эйонл, The Luminaires, The WCC, только начало ее интересов — от кантри до классики и Диснея. Как и многие меломаны, все зависит от и текущего настроения. Некоторые актеры делают акценты легко, поэтому легко забыть, как много времени и труда вложено. Но для актеров определенные акценты могут быть важными. Для Александры Дадарио это британский акцент. Она была так зациклена на группе и до сих пор такова. Она открыла Women's Help. У вокалиста группы точно такая же татуировка. В интервью с Collider у Дадарио попросили рассказать о взлетах и падениях на кастингах. Дадарио признала, что у нее было много неудачных в детстве, и она винила в этом свои неудачные попытки говорить с акцентом. Я пыталась говорить с британским акцентом, когда мне предлагали британские роли. Мне это не удавалось. Дадарио говорит, что она видела по лицам команды, как провалила прослушивание, и это было неприятно. Для актера, рассчитывающего на международный успех, перелеты – это часть работы, нравится это или нет. Александра Дадарио боялась летать, и ей пришлось это преодолеть ради работы. Она рассказала о своей бывшей фобии в интервью Collider, когда спросили о самом большом страхе, который ей удалось преодолеть. Дада сказала, что мне хочется летать. Я таю все время, и со временем, знаете ли, ты идешь в аэропорт и не плачешь каждый раз, когда самолет взлетает. Это не значит, что она полностью излечилась. Признала, что иногда борется со страстом летать. Научилась справляться. Дадарио могла быть артисткой перед двенадцатью, а не миллионами перед ТВ. Происходит из семьи юристов, кратко подумала о юриспруденции. Дед – италоамериканец Массачусетса Ильо. Получил диплом в Коннектикуте, затем юридическую практику и политику. Родители – оба юристы. Отец – экс-прокурор США и политик. Мама имеет успешную юридическую карьеру, гражданские процессы, недвижимость, корпоративное право. С такой семьей легко легко понять, почему подумала об их пути. Но мама всегда знала – Дадарио для другого. Рила Дадарио в интервью. Мама всегда говорила мне – делай, что хочешь, но не становись адвокатом. Посмотрите Дадарио в интервью. Увидите, как она влюблена в Стива Мартина. Оста – без ума от него. Видео на фейсбук Дадарио названо его любимым актером. Восторжена горжая. Я без ума от Стива Мартина. Он просто невероятен. Она сказала, что особо поклонник этого балды. Для Дадарио великий актер Мартин благодаря способности придавать глубину и нюансы его юмору, что она находит вдохновляющим в карьере корректрисы. В машине по дороге в Вегас на концерт Мартина Дадарио узнала о прослушивании для «В Филадельфии всегда солнечно». Она знала, что должна вернуться в Лос-Анджелес. Для утреннего прослушивания, но только пляшоу. На вопрос GQ, кто бы она хотела, чтобы выступал на ее похоронах, она выбрала Мартина. «Мартин не знает меня, не знает, кто я, так что хотела бы познакомиться сначала. Чувствую, он бы смог сделать это забавным и трогательным». Умная Дадарио любит проводить время за интеллектуальными увлечениями, включая вековую игру в шахматы. Но вызвала небольшую полемику после того, как поделилась своей любовью к игре в посте Instagram, подписанном «Снежный день». Было фото Дадарио и шахмат возле камина, и фанаты быстро указали, что ее доска установлена неправильно. Ирен Сукандар ответила на «Х» с советом, как исправить. Сукандар написала в Twitter, «люблю, когда знаменитости играют в шахматы». «Э, хорошая реклама для нашей игры. Благодарная за помощь, да Дадарио быстро исправила ошибку. И Международная шахматная федерация присоединится к ним». Несмотря на легкую критику от мира шахмат, игру она серьезна. Дадарио. Потом она рассказала изданию Women's Health, что шахматы с мужем и бутылкой вина – одно из ее любимых зримых детей, пояснив, «Э, наша версия вечера в клубе». Но она призналась, что может быть конкурентоспособной, сказав «Я настоящий монстр». «Я имею в виду, все это время ты крутая цыпочка, веселая, уверенная в себе и нормальная». У Дадарио есть аккаунт на chess.com, где она оттачивает мастерство. Факт, что Александра любит шахматы, готовит и фанатеет от Стива Матина недостаточно для нас, оказывается, актриса трепетно относится к животным. У меня с собаками особая страсть Дадарио – спасение животных. После ухода ее собаки Лево или болезни, Дадарио написала трогательное сообщение на Инстаграм. Она провозгласила Левона милым и предвзятым духом, призвала владельцев домашних животных вакцинировать питомцев и вкладывать в приюты и больницы. В 2021 году Дадарио приняла Юнис из нюркского хендлинга «Второй шанс». «Второй шанс» спас Юнис после СПП в Джорджии. К концу 2023 она начала разводить помесь Питбуля и Хаски под Ихи под Бруно, ожидая постоянный дом. В посте Инстаграм, прославляющем ее собачьи достоинства, Дадарио разверзляла. «Хотела бы назвать его Гарри, но мне не разрешают менять имя». Важным преимуществом становления знаменитым лицом является возможность общения с крутыми. Но это не так для Александры Дандарио, которая могла бы выглядеть ошеломляюще в нарядном платье, но предпочитала бы быть дома с пинтой мороженого и телевидением. Да, ее больше прельщает повседневная одежда или даже пижама, которую она готова носить в общественных местах. «Ее гардеробе и личной презентации» – актриса рассказала «Инстайл». «Я думаю, что по мере того, как только становишься старше, ты немного больше выходишь из головы и становишься более уверенным в севсе своими решениями и не одеваться для других людей. Ты делаешь это для себя. По что, где ты? Наденьте рукава». Вспоминая время работы с Дадарио на «We Summon the Darkness», в интервью с «Real Talk» Мэдди Хасан рассказала, как она, Эми Форсайт и Дадарио покупали комбинезоны с животными в соседнем Walmart и носил их на съемочной площадке и в отеле. Помимо того, что она тусуется в комбинезонах и играет в шахматы со своим парнем, Дадарио говорит, что ее представление о хорошее времяпрепровождение включает в себя все-таки дистанционного управления и немного еды. В 2018 году в Твиттере она написала «Предпочитают находиться в микроволновой печи, готовя безглютеновые макароны с сысом, в то время как тот же эпизод Джотти Шор играет по кругу». А в 2019 году Дадарио признался «Я всерьез думал, что Netflix и Chill – это буквально». Сказывал друзьям, что «Трачу большую часть ночей, я смотрю Netflix и приглашаю их сделать это со мной на регулярной основе». До своего большого прорыва Дадарио работала в общепите в Нью-Йорке. Она устроилась в бар и официанткой в поп-энд-поп-бергер после актерской школы. Платила балансировать между работой ночью и пою и по ролей. Она осознавала, что карьера только не сложится. В сфере обслуживания пиво не было с Люком Перри, который был очень добр. После смерти Перри в 2019 году она написала в Твиттере «Люк Перри всегда был добр ко мне и дружелюбен, часто заходил в ресторан, где я работала, хотя большинство людей в этой индустрии меня бы просто игнорировали». Свой большой прорыв она испаривала позже, в фильме «Перси Джексон и Олимпийцы». Перри напомнила ей о необходимости сострадания. Иногда случайный акт доброты от незнакомца может изменить жизнь. В 2017 году Александра Дадарио писала в Твиттере о том, как она переживала тяжелый день, войдя в соковый бар в Лос-Анджелесе. В те времена, в свои 20 с небольшим, она переехала в ЛА и не имела успеха. Написала. «Мне было грустно и унизительно». По всей видимости, Дадарио передавала свою тревогу о работе и деньгах, ибо незнакомец подошел и протянул маленькую пластиковую курочку из кармана. После Александра сказала, что он положил курочку в ее руку и сказал «Тебе это надо. Я просто хочу, чтобы ты знала, отпусти и мир будет твоим». Возможно, многие бы не только не обратили внимание на это, но Дадарио принял прикурочку и послание близко к сердцу. Сегодня она до сих пор хранит эту петочку в своей шкатулке для украшения.